Валерий Корешков Это был урок на всю жизнь, рассказывает мужчина. Средства в непроверенных местах он больше не покупает, да и другим не советует. А чем руководствуются при выборе стеклоомывающей жидкости другие водители? Я беру в магазине, пусть она немножко дорогая, 198 рублей, но зато она эффективная. Я работаю водителем, и от качества не замерзайки. Здоровье зависит и мое, и пассажиров. Они говорят, что надо 30-40 градусов держать, а на самом деле она может замерзть при 20, и машине будет конец. Поэтому я на это дело не надеюсь. Или водкой заливаю чистой, или, если есть, спирт. Не жалею. Для моей классики она 2004 года, потому что с ней шутить нельзя. Я, как правило, выбираю что-то такое среднее. Например, сейчас что-то из того, что стоит 200 рублей. И по поводу запаха, как попадет, запах вторичен. Главное, чтобы она работала по своему прямому назначению. Нужно брать в проверенных и надежных местах. В одном и том же месте, когда берет человек, он уже знает. Поэтому даже если будет некачественный товар, я знаю, что я приеду сюда и скажу, что я его скупил, некачественный товар. И они мне, во всяком случае, как компенсируют. В принципе, при идеальных условиях, да, этикетка должна качественно наклеена, там ровно, да, так не отрываться. Крышка должна быть, соответственно, чтобы она видно, что она упакована, там, скажем так, в заводских условиях, не в кустарных. Запаху, в принципе, не должно быть никакого. Ну, если, конечно, не будет добавлен какой-то ароматизатор. Все-таки у меня в машине еще ездят дети. И не дай бог они надышатся непонятно чем. Будет не очень хорошо. Потом отравление, голодные боли. Поэтому только в специальных магазинах. Для продавцов незамерзайки сейчас самый сезон. С яблоком, апельсином и даже дыней. На прилавках магазинов выбор огромный. Обычно изготовители берут за основу изопропиловый спирт. Вещество резко пахнет. Однако и это можно исправить. И чтобы вот этот запах перебить, производители добавляют всевозможные отдушки. Поэтому обращаем внимание для потребителей, чтобы люди не боялись, если открывают стеклоомывающую жидкость и идет резкий запах, так это наоборот подтверждение того, что товар качественный. А вот недобросовестные производители часто используют метанол. Спирт относительно дешевый, обладает хорошими моющими свойствами и не имеет запаха. Однако представляет опасность для жизни человека. Но есть один нюанс. Что изопропанол, что метанол не являются полезными для нашего здоровья вещества. Запах у них резкий. Это неприятно. У некоторых действительно особо чувствительных людей может наблюдаться головокружение и от того, и от другого. А слепнуть от того, что в незамерзайке находится метанол, нельзя, если ты ее не пьешь. Потому что слепнут люди от продуктов превращения данного спирта в организм. Специалисты отмечают, лучше приобретать незамерзайку только в специализированных точках продаж. Перед покупкой нужно внимательно читать состав и не стесняться попросить документы, гарантирующие качество товара. А в некоторых магазинах продавцы даже предлагают понюхать средства. Итак, мы купили три вида незамерзайки. На заправке, в магазине и на обочине дороги. Сейчас будем проверять на морозоустойчивость. Предварительно мы разлили их по емкости. Кто выдержит испытание холодом, узнаем уже через несколько часов. Ну что, с нашим испытанием справились только два образца. Незамерзайка из магазина, из заправки. Не подкачала, она не замерзла. А вот третий образец подвел. Даже в морозильной камере бытового холодильника незамерзайка с обочиной дороги замерзла. И тут уже выбор за водителями. Экономить и надеяться на свой страх и риск, либо покупать в проверенных местах и ехать с комфортом.